Привет, это БАЗа, я Никита Могутин. По итогам нескольких акций протеста в Москве, силовики переполнили все столичные изоляторы. Когда стало ясно, что обычный ИВС просто не в состоянии вместить еще больше людей, задержанных стали отправлять в Новую Москву. В специальный лагерь для депортированных мигрантов, в Сахарова. Так москвичи узнали, что у них прямо под боком появился первый концентрационный лагерь для политических. Расскажу вам немного об этом дворце, который мы с вами, видимо, все-таки заслужили. В Троицком административном округе Москвы есть такая маленькая деревня Сахарова. И вот в ней-то новенький, с иголочки, блестящий центр временного содержания иностранных граждан. Мелодичная аббревиатура ЦВСИГ. Итак, как только в центр заехали политически, сразу же посыпались жалобы десятками. Первое, о чем говорили все задержанные, это невероятная духота и давка людей. Иногда, кстати, часами держали в автозаках возле стен изолятора. Просто приемные сотрудники не справлялись с входящим потоком задержанных. В самих же камерах было не лучше. В помещениях, рассчитанных на 6-8 человек максимум, порой находилось 20-25 задержанных. Естественно, безумная давка, духота, теснота. Но еще хуже, людям не выдали никакие санитарные принадлежности, ни полотенца, не было даже матрасов. Лишь голые нары. Машите, всем машите. Вот тут толчок, просто посмотрите, какое это пи***о. Когда я заходила, там как бы человек занимался своими делами. Да, вот смотрите. Просто сокровище незабываемое. А вон там камера. Туалет. Камера. Матрасов нет, ничего нет. Люди тут уже так полутора суток. Те, кто заезжали в Сахарова, пропадали, в принципе, со всех радаров. У людей, естественно, отбирали мобильники, и раз в день им выдавали один общий телефон, в который можно было вставить свою симку. И вот мы так вот звонили, но бывали дни, когда нам их просто не выдавали, ссылавшись на то, что очень много людей, телефонов на всех не хватает. Могли выдать вообще, в последний раз выдали в 4 часа утра. Мы в этот момент спали, и нам выдали телефон. Однако люди часто не помнили номера телефонов своих родных и близких, либо их сим-карты от модненьких айфонов не подходили к обычному дешманскому кнопочному телефону, который пускали по кругу. В итоге люди оставались без связи, и их семьи не знали, где они находятся. Вообще, с этими мобильниками ситуация дошла до абсурда. Как рассказывают журналисты издания «Инсайдер», Олег Пшеничный, тоже который находился в этом изоляторе, Заключенные в какой-то момент устроили бунт, требуя выдать им мобильники. Они стали скандировать различные лозунги, после чего охрана пошла навстречу и выдала людям мобильники. Они смогли связаться со своими близкими. Родственники и близкие, раз уж заговорили об этом. Тут ситуация еще хуже. Перед зданием центра скопилась большая толпа из тех, кто принес передачки своим задержанным родным. По итогу, людям пришлось проводить на улице несколько часов, потому что сотрудников, которые могли бы принять у них передачи, просто не хватало. Работал вообще в какой-то момент один человек. Из-за того, что людей не хватало, другим сотрудникам часто приходилось оставаться даже после окончания своей смены и помогать своим коллегам. Кстати, все рассказывали о том, что очень тщательно проверялось все содержимое посылок. И, например, проверялись даже специи для доширака. Специи приходилось высыпать и перемешивать между собой. Поэтому что у говяжьего, что у куриного в итоге оказался один вкус. Вообще, разговоры про центр для содержания иностранных граждан в Сахарово ходили достаточно давно, еще с 2018 года. Например, одно время распространился рассказ некоего Бахтияра Жалалова, извините, что я читаю на память, не помню. Минус мигранта, который провел там некоторое время и рассказал о том, что людей в стенах этого центра часто бьют, иногда пытают, могут по ночам устроить внезапный шмон. На прогулки всех задержанных выводили порой по 20 человек в маленькое крошечное помещение, рассчитанное на пятерых-шестерых человек максимум. Чуть позже, уже в 2019 году, этот центр посетил представитель московской ОНК, наблюдательной комиссии, который посмотрел все и пришел к выводу, что дальше так жить нельзя. Он имел в виду и очков в полу, и нары, и вообще обращение с людьми. Но сейчас у нас на дворе с вами 21 год, и изолятор, где теперь содержатся не гастарбайтеры, а вполне себе москвичи, посетила полномоченная по правам человека Татьяна Потяева. Она смотрела все помещения и заявила, что никаких нарушений не видит и все в порядке. На самом деле она, скорее всего, права и не кривит душой. После громкого скандала, который распространялся после первых часов, как туда заехали политические, власти, похоже, занялись проблемой и привели все в порядок. Людям выдали матрасы, санитарные принадлежности, самые заполненные камеры расселили. И теперь там действительно люди сидят по 6-8 человек на камеру. У каждого есть своя кровать, можно спокойно спать. Вроде никого не бьют. Мы проверили все камеры абсолютно, пообщались со всеми желающими. Какого-либо давления физического или морального не выявили. Более того, все находящиеся здесь административно арестованные граждане отмечают, что в целом сотрудники ведут себя более-менее корректно. Были проблемы при поступлении, связанные с тем, что несвоевременно были выданы матрасы. Кассы наблюдаются проблемы с тем, что несвоевременно выдают телефоны для звонков. Но связанные сейчас прежде всего с тем, что поступило огромное количество граждан, и их запросы просто обрабатываются. Однако, несмотря на все заявления уполномоченных и прочее-прочее, вывод из этой истории достаточно неутешительный. Судя по тому, какая компания собралась в этом изоляторе, в лагере уже наступила прекрасная Россия будущего. Правда, она оказалась не совсем такой, как мы себе ее представляли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова